МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Почти 20 лет в ядерном центре действует программа негосударственного пенсионного обеспечения сотрудников. И всегда вот эта задача, вот это направление, оно считалось важным и приоритетным для наших неработающих пенсионеров, для улучшения их жизненных условий, повышенной социальной защищенности. И на это расходуется значимая часть нашего социального пакета. С 2018 года провайдером корпоративной пенсионной программы РФИАЦВНЕФ является Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка. Сотрудничество ядерного центра Сбербанка в данной области сделало возможным открытие в Сарове первого регионального офиса фонда. И теперь каждый желающий может лично обратиться за помощью, получить консультации по вопросам формирования пенсионных накоплений, оформить индивидуальный пенсионный план и многое другое. Мне очень приятно, что к числу этих работ, социально ответственных работодателей, относится ядерный центр города Сарова. Для нас это большая честь и большая ответственность. Руководство ядерного центра поставило перед нами очень серьезные задачи. Сегодня в пенсионной программе ядерного центра у нас чуть меньше 11 тысяч участников. Причем из них чуть меньше 7 тысяч уже находятся на этапе получения выплаты пенсионного обеспечения. И чуть меньше 4 тысяч находятся на этапе формирования своих пенсионных накоплений. Теперь при поддержке негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, РФИАЦ внеф реализует корпоративную пенсионную программу, которая дает сотрудникам и пенсионерам городообразующего предприятия ряд преимуществ. Это дополнительное материальное обеспечение при увольнении на пенсию. Конечно, здесь требуется кратный такой кардинальный рост. И поэтому наша задача это доведение среднего размера негосударственной пенсии до базового размера социальной пенсии в России. Льготные налогообложения. Для работника ВНИЭФ, участника вот этого личного пенсионного договора, взносы, они не облагаются подоходным налогом. Работник, который вот заключил действующий личный пенсионный вклад, он получает 50% работник, 50% вклад вносит предприятие. То есть это происходит удвоение своих взносов за счет софинансирования и средств внефт. В систему социальной поддержки пенсионеров РФИАЦ внефт входит и организация их досуга. Выездные экскурсии, выставки, праздничные вечера, концерты. Анна Ивановна Гришина старается не пропускать такие мероприятия. Она считает, что пенсия не повод сидеть дома, а прекрасная возможность больше времени уделять интересным занятиям. И несмотря на почетный возраст, ее активной жизненной позицией позавидует даже молодежь. Работала всю жизнь на одном месте. Это был отдел снабжения, внефт, управления. А сейчас я, в общем-то, отдыхаю прекрасно на пенсии. Хожу, вернее, на вечера отдыха. Проводила все вечера много-много с ветеранами своего микрорайона. Я была председателем много лет, там занималась с ними. А в настоящее время вот даже не упустила момента поучаствовать в фестивале в городском ветеранском, который назывался «Серебряный возраст». Даже песни попели со своей подружкой. Ну так вот, проводим вечера. Сегодня вот пригласили меня на работе, не забывают. Не забывают в моем отделе снабжения. И пригласили на вечер ветеранов внефовский. С удовольствием иду. Ветераны ядерного центра живут яркой и насыщенной жизнью. А Федеральный ядерный центр создает для этого все необходимые условия. Обеспечивает материальную поддержку и активно увлекает пенсионеров в общественную деятельность и культурную жизнь. 29 октября в Доме ученых начала работу научно-технической конференции «Молодежь в науке». Российский федеральный ядерный центр проводит ее уже 18 раз. По традиции, свою работу представили молодые ученые и специалисты РФИАЦ-НЕФ, предприятие и госкорпорации «Росатом», студенты ведущих вузов страны. Подробности в следующем репортаже. Впервые конференция «Молодежь в науке» прошла в РФИАЦ-НЕФ в 2002 году и сразу вызвала большой интерес у молодежного научного сообщества. За 18 лет работы в ней приняли участие представители более 60 организаций, среди которых предприятия госкорпорации «Росатом», институты Российской академии наук, ведущие вузы России. В общей сложности было представлено более 2,5 тысяч докладов. Это, скажем так, первое публичное выступление для молодого специалиста, поскольку молодой специалист, вот он пришел на работу, у него нет ни опыта публичного выступления, но есть огромное желание выступить. Вот как раз конференция помогает таким людям, скажем так, начать тот научно-технический прыжок. Конференция у нас создана для того, чтобы у молодого специалиста появилась та базовая площадка, с которой он начнет выступать своими научно-техническими трудами. В этом году в работе конференции приняли участие около 200 молодых ученых и инженеров, теоретиков и практиков. Для многих из них конференция «Молодежь науки» — это не просто возможность обменяться мнениями с коллегами, но и поделиться собственным опытом, рассказать о новых разработках в различных областях науки. В первую очередь для тех участников, которые приехали из других организаций и предприятий. Это прекрасная площадка для того, чтобы познакомиться с деятельностью нашего ядерно-оружейного центра, с деятельностью молодежи нашего центра. Сегодня и перед центром, и перед нашей отраслью стоят очень масштабные задачи, задачи, в рамках которых идет и дальнейшая трансформация и развитие отрасли. Готовится программа работ и предприятий ядерно-оружейного комплекса и отрасли на перспективе 30-го года. И, конечно, вот эту программу предстоит реализовать вам. Предстоит реализовать, ну и решать те амбициозные задачи, которые сегодня поставлены перед отраслью. Это и тех переоружений наших предприятий, это и работы в интересах новых инновационных направлений и тех программ, которые сегодня заявлены в руководство нашей страны. Всего на суд экспертов было представлено 165 научных докладов в пяти секциях. Теоретическая и математическая физика, экспериментальная физика, инженерные науки, информационные системы и технологии и закрытая секция. Главная особенность всех научных работ в том, что они основываются не только на теоретических знаниях, но и на практическом опыте работы. Сергей Сырвычев приехал из города Лесной. Для выступления на конференции молодой человек подготовил доклад, посвященный термовакуумному напылению легкоплавких покрытий. Я этим, этой разработкой занимаюсь уже более трех лет, и это именно то, что я делаю на работе. Все просто. Есть металл, есть испаритель. Испаритель многотигельный, то есть много отверстий. За счет того, что там много отверстий, получается распределение покрытия любой конфигурации. Хочешь, там 100 микрон, хочешь 20, любой точки. Какое требуется, такое и будет. Как признается Сергей, узнав о конференции, он сам проявил инициативу приехать в Российский федеральный ядерный центр и выступить докладом. Для него это первый шаг в научную жизнь. Опыта выступления на сцене не так много, есть волнение, то есть хочется показать себя, побороть какие-то некоторые страхи, неуверенности. А такая возможность выступить на такой крупной аудитории, где много ученых людей, это выдается не так часто. А вот для Евгения Столмаковой выступать с докладами дело уже привычное. И на конференцию девушка пришла с другой целью. Работая в Институте теоретической и математической физики, сотрудница ядерного центра разработала численную методику и написала программу, которая моделирует излучение эллиптического излучателя. И сегодня она готова поделиться своими результатами с экспертами, чтобы в дальнейшем реализовать их на практике. Мой доклад называется «Трехмерная методика расчета генерации и распространения с эшпэями в эллиптическом излучателе». До сих пор никто не сделал вот такой излучатель. Разрабатывался до настоящее время только проболический. А у эллиптического очень много особенностей. В данном, например, он может использоваться как в медицине, как для направленного излучения в фокус. Потом для создания образцов. Потому что он способен накапливать большой заряд на поверхности. Завершилась конференция 31 октября. По результатам работы авторы лучших докладов были отмечены дипломами и памятными подарками. По материалам конференции будет издан сборник тезисов. Узнать об условиях трудоустройства и задать интересующие вопросы. Ежегодно школьники и студенты из Нижнего Новгорода посещают Федеральный ядерный центр в рамках различных профориентационных проектов. Подробности в следующем репортаже. Увидеть своими глазами и услышать из первых уст. Именно с такой целью приехали в Российский Федеральный ядерный центр ученики физико-математического лицея номер 87 из Нижнего Новгорода. Подобные визиты школьников и студентов уже привычная практика для арфеатсвнеев. Главная задача познакомить будущих физиков с основными направлениями деятельности ядерного центра. Рассказать им о цельных программах подготовки кадров и, конечно, об условиях трудоустройства. Конечно же, мы заинтересованы в ребятах, которые получают углубленное физико-математическое образование. Ведь когда способности совпадают с интересами, вектор получается самый устойчивый. Мы курируем всех ребят, которые увлечены этими науками. Ребята могут в последующем стать участниками нашей целевой программы подготовки кадров. И, конечно же, инженеры будущего, инженеры Росатома, наши замечательные ребята. Мы ждем их у себя на трудоустройство. Ребят ждала обширная программа. Для начала им предстояло проверить свои знания и истории атомной промышленности. Для этого сотрудники Музея ядерного оружия РФЦНЕВ подготовили квест под названием «Совершенно секретно», который не оставил равнодушным ни одного участника. Ребята отвечали на вопросы об истории атомного проекта, находили экспонаты по фрагменту на фото. Тест на тему ядерной физики, на тему того, как все происходит внутри. У нас было задание на расшифровку, было задание по типу игры «Крокодил». В общем, было очень много разных заданий. Они были очень интересными и нам всем очень понравилось. А после квеста лицеисты встретились с молодыми специалистами ядерного центра. Научный сотрудник Института лазерно-физических исследований Евгений Осетров рассказал ребятам о своей работе и о деятельности института. Институт лазерно-физических исследований сегодня – это ведущий научный центр мощных лазерных систем. И школьникам было очень интересно узнать, что то, что они сегодня видят по телевизору, создаются здесь, в Сарове. Для Евгения такая встреча со школьниками особенная. Когда-то он сам был участником подобной программы. И в то время именно общение со специалистами ядерного центра помогло ему решить, где именно он хочет работать. Работать на острие науки, безусловно, потому что, когда приезжали представители Российского федерального ядерного центра и тоже рассказывали о перспективах и тех направлениях работы, было просто удивление. Было сложно поверить, что действительно есть такой центр, в котором можно работать наравне с мировыми научными организациями. И даже в ряде во многом их превосходить. И, конечно, присоединиться к таким проектам – это большая честь для любого молодого специалиста. Еще одно подразделение, с которым познакомили лицеистов – Институт теоретической и математической физики. Сотрудник ИТМФ Иван Коныгин рассказал школьникам о кафедрах базового вуза предприятия СРФТИН и ЯУМИФИ. И о задачах, которые решаются в подразделении в интересах высокотехнологичных отраслей промышленности. Он рассказал про наши гражданские разработки, сейчас про пакет программ «Логос» – инженерного анализа, суперкомпьютерного моделирования. Задачи стоят большие, задачи стоят амбициозные. Мы, в принципе, я считаю, успешно с ними справляемся. Помогаем нашим предприятиям, нашей отечественной промышленности замещать наставленные пакеты программ на наш родной, так сказать, отечественный «Логос». Хромат встречи носил диалоговый характер, поэтому ребята смогли задать интересующие их вопросы. А получив ответы, задуматься, хотели бы ли они в будущем стать сотрудниками ядерного центра ВНЕФ. И какие усилия придется для этого приложить. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnef.ru и в эфире канала «16 по четвергам» в 19.45. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго и до встречи.